Юстас ветер. Для продажи абрикосы собирают незрелые. Они поспевают уже в корзинах и большинство сейчас гибридные. Логично. Из них дерево не вырастет нормально. Это раньше спокойно можно было вырастить хорошее абрикосы. Сейчас не получится. Вроде бы правильно все говорить, но это реакция на одно из моих фильмов. Вроде бы и возразить нельзя. А мои, они же у меня эти самые. Лезят уже эти. Вот на балконе сохнут. Вот последние недавно упали. Они сохнут на переспелые. Вот и получается, что вроде правильно написал, но он не дал ответа. А куда крестьян податься? Вот обидно, что он прав только, что это безнадёгой пахнет. Так, однако, это следующее письмо. В редких случаях, я выделил в редких, может происходить вегетативная изменчивость, получившая название почкового спорта или клоновой изменчивости. Редких. Вегетативная изменчивость происходит в результате мутаций, происходящих в тканях растений. Мне всегда вот это такой обтекаемый такой ответ, такой это, который ни о чём. Результатом этих мутаций может появиться полный перерождение сорта. Да, может и у меня такие случаи есть. А дальше смотрите. Чаще всего клоновая изменчивость влияет на изменение окраски, размера, вкуса плодов, форму листа и прочее. Слушайте, давайте сделаем так. Ну вот куда спешить? Ну тут все свои копировать. Ну-ка залезем в Яндекс. Удастся поймать за язык, нет? Сейчас. Ходовая изменчивость влияет на изменение окраски. Селекция яблони. Здрасте. Ну и что ты сделал, дружище? Ну? Что ты сделал? Показать себя умным? Показал. Где ты взял? Даже как наши эти девчата. Ты передрал. Вы знаете, сколько погорело, но их не всех разоблачили. Многие были у власти, откупились. Миллионы отстёгивали. Почему? Покупали. Ну вряд ли не покупали в переходе Пушкинское метро. Вряд ли. Вот. Но когда уже там сколько, 15, 20, 30 членов, кто должен проголосовать и всех должен получить очередную степень, отчитаться, ну то есть что у него настоящая диссертация, значит продвинули на руку, да? А то, что появился интернет, сколько их погорело. Вот так же, знаете? Есть какое-то предел, а потом оказывалось, что передирали листьями целыми, целыми главами. Передирали. Но они не знали тогда, что вот это всё, вот это всё, что вот это всё так просто поддаётся, понимаете? Вот так. Вон возьмёшь и шляпает извинение краски. Пожалуйста. Вот. Им стало очень тяжело. И сейчас труднее. Вот. А это значит, надо больше платить. Потому что, когда тебя судят, когда тебе выносят решение, что диссертация однобродная, это руку двигает, то там уже в ресторане, уже стоят на каждом паре бутылок коньяку, чашечки с чёрной икрой, а за всё надо платить. Вот так вот, парень. А я всегда так, знаете. А что интересно, да? Вот. Они сквозь зубы, выпустив с этими резервами, там взяла, передрала этого самого, с 30-х годов, один к одному, где кончается словами. Ну, то есть, в начале меня это опустило, а в конце написало, вот эти негибридизации, это уже наука. Вот. А здесь, получается, сквозь зубы, в редких случаях, полное перерождение сорта. А скажи тебе, полное перерождение сорта, это случайно не гибрид вегетативный? Ведь я ищу, я же не дурак, я же вижу, о чём я сегодня. Вегетативная изменчивость. Вегетативная. То есть, при вебке. Вот так, ребята. Это я всё отбываюсь, как, а им-то чё? Она же говорит, я не думаю, не стоит знать. Она делает так, что, как бы, меня, кому грязи кинуло, а иначе она не назовёшь. А я не могу её в ответ. Она не хочет знать, что она не права. Это самое страшное, но и правду не хочет. Идём дальше. Нижегородская область. Ваши последователи. Сквозь кивер, судички жадели. Ну, бывает птица удачи, вас тоже может пожалеть. То есть, смотрите, здесь середина наполовину. Также, дички жадели, не стоит начинать. Что такое? Скворцово и Крамаренко. На это понадобилось 50 лет. Вот. Миллионы, видимо, косточек высадили студенты. О чём и пишут от этой книжки. Вот. Прочитал я эту книжку. Не всю. Местный познакомил Латинков. Он, наверное, это... Это... Надо же, сидим, в гости у него. Я в Челябинске. На столе, извините, не только чай. Нет. Тащит меня со стола. Он не выпивоха, а я не выпивоха. Нам стало скучно. За столом. Выходит в другую комнату, он достаёт эту книгу. Вот эту вот. Вот эту. Вот. И... Открывает страницу. 5-6 сантиметров заглубления косточек. Вот. Вот это самое страшное. Это всё перечёркивает всю книгу. Одна фраза, всю книгу. Ну, а миллионы косточек высадили студенты. Где они взяли эти миллионы? Я сегодня не успел допытать Елена Александровна Савельевича. Я и так знаю, она наверняка скажет, что проходили практику в этих самых... Ну, они же были студентах, и все студенты проходят праздничную практику. Где они были? Ну, естественно, в ГСУ. Ну, где ещё? У нас их всего несколько. Вот. И она мне сама говорила. Я напросилась к вам. Меня, мой научный руководитель, это Красноярский госуниверситет, сельхоз. Её научный руководитель, знает мою фамилию, я уже не знаю. Разрешил пройти практику в Рыльбро. И что она сказала, если я поеду в Субботино, в Минусинское опытное поле, в Абаканский институт аграрных проблем, мне дадут тяпку. Я тогда ещё раз говорю. То есть, можно уже её не переспрашивать. Хотел пора спросить, чего она научилась там. Всё время забываю. Но я сейчас о другом. Только когда наступит момент, что студент, поступив в институт, в университет, в академию, посадит косточки, выходя из института, предъявит плоды, это и будет его диссертация. Ну, в данном случае, дипломом. Вот тогда только у нас будут настоящие в саде. А то взял чек, написал. Видимо, правильно, видимо, посадили студенты. Где студенты в институтах садят косточки? Где, подскажите. Я хочу знать. Я хочу, чтобы были примеры. Что если это правда, что где-то, и в Ледово-Костоярске. Вот. В Омске есть сельхоз, это самое. Мой брат сельхоз заканчивался, сельхоз заканчивался, сельхозакадемия в этом самом, в Костроме. Где? Это очень важный момент. Это я все это, вопросы обостряю. Почему? Когда-то кто-то должен на них ответить. Например, министр, этот самый, самое, просвещение. Ну, то есть, ладно, просвещение. Министр науки и высшего, и высшего образования. Министр науки и высшего образования. Пусть скажут, где как организовано все это. Пока ни хрена не организовано. Я должен застрять вопрос. Я, может, его на черту подвожу. Потому что я его всему научил. Зачем вот это вот здесь, смотрите. Вот это. Это фотография для будущих учебников. Для будущих студентов. Что они должны знать. Вот они 5-6 сантиметров. Смертельные. Заглубление. Заглубление. Вот, а тут понадобилось 50 лет. А сколько неудач было. Знаете, как частично спасаются от этого? Вот так посадили. А потом есть такое понятие пикировка. Пикировка производится едва ли не через месяц после посадки. Цитирую. 19 вверх. Две семидоли. Два листья точка. И в этот момент. Хоп. Выкопали. Аккуратно пересадили. Правда, здорово еще надо обрезать корень центральный. Чтобы дало массу боковых. Впущенных. Но это уже здорово. А тем более, что труднее будет. Отряд центральный корень будет хуже расти. И процент гибели больше. Но это уже вопрос агротехники. А вопрос принципиальный должен быть. Вот эта вот пересадка. В месяц на возрасте. Пикировка. Это месяц на возрасте. Она спасает деревья. Потому что она уже выкопала. А она еще не успела сгнить. Вот эта часть. Поняли, да? Так. Привет, Александр Николаевич. Настоящий фамилий на Песоцкий. Взял себе псевдоним. Смотрите. Давайте мы посмотрим. Здравствуйте, уважаемый Валерий Константинович. Выпустил фильм про сеянцы груши для подвоя. Народ смотрит. В этом фильме указал, как наилучший подвой для моей местности. Сейчас помню. Для моей местности сеянцы ваши груши сварок. Потому хочу предупредить, что сановоды могут заказывать у вас семена эти груши. Ни одного не заказано. И при переписке с сановодами я рекомендую отсор качества подвоя. И сам тоже буду делать у вас заказ на эти семена. Спасибо за доверие. Не знаю, вы видите, как я расставил деньгами. Я иногда говорю, у меня десятки друзей искренних. Я говорю, ребята, я бы вам все раздарил. Весь холодильник бы опустошил. Все бесплатно. Ну вот сколько людей я должен. Некоторых спасти от болезни. Некоторых от унижения. Знаете, какое это унижение для девочки 16 лет? Вот. Догадываетесь. И вот тогда я вынужден. Вот скажите, бесплатно не смогу. Но за посты не продам. И прошу не обижаться. Вы мне помогаете рекламу делать, а я так. Теперь вот это я открыть не смог. Но это только моего касается. Только моего. Брат знает, он специалист. Тем не менее, на моем компьютере не открывается. Часть силок. Ваша не открылась. Теперь, что такое стык наук? Так. Это я для... Попробуй успокойся, когда тебя... Помоги, помоги. А сколько здесь... Как это называется? Сколько здесь презрения. Ненависти нет. Это напарница ее, та-да. Та несколько злобнее. А это просто не стоит знать. Вот. Если ученый-селекционер, правда, оказалось, что она занимается травой, все-таки удалось выдавить с нее. Вот. Эти данные. Не стоит знать. И тогда что получается, раз не стоит знать. И этого не стоит знать. Ведь это же кандидат наук. Это ботанический сад. Это статьи, статьи, статьи. Знаете, где мы с ней столкнулись? На страницах тогда популярного председательного хозяйства. Обозвать меня. Небезызвестный садовод из Сибири. И помоги. Вот. Ну, тогда, в общем, плохо пришлось. Плохо. Вот. Потому что уж меня-то обижать нельзя. Ладно. Так вот, смотрите, о чем я говорю. Стык на ух. Вот это ваши слова. Жуткие слова. А я вам сейчас объясняю. Ну, так получается. Значит, еще раз. Вы столкнулись с человеком, ну, мягко говоря, не такой, как все. Вот. Я Жилья Леонидович Астиныч. Еще когда с первого по пятый класс я учился. В Украине шестой уже, но это Лерис Кузнецкий. А с седьмого уже в этом Норильске, да? Вот. Я начинаю, потому что я в этом... Где-то со второго-третьего класса мы сами покупали учебники школьные. Давали нам деньги. Вот. Мы покупали учебники. И я сразу садился на учебники. До первого сентября я Жилья Леонидович прочитывал. Ну, тогда биологии еще не было. Ну, была. Ну, по мере... Из года в год что-то добавлялось. А в сумме получается. Я до первого сентября перечитал все учебники по биологии. Не со второго класса, но смотря какого. Вот. По биологии, по астрономии, по физике, по химии. Я, кстати, победителя этих каких-то. Ну, поняли. Потом еще не все называл. И по истории, по истории, чтобы для меня история... Я зачитывался. Вот. И многое в нее запоминалось навсегда. Вот. Еще они это самое... А по математику я не все. Только эти задачи особой сложности. Знаете, там были циферками, пометками особо сложные задачи, примеры. Только их. А простые мне было неинтересно. Ну, так бывает. А вы меня приняли за дурачка? Так? А я теперь, после того, когда вы сказали какой-то металлург... Смотрите. Это учеба. Это не для вас. Потому что вы же как написали? Не стоит знать. То есть вы никогда этого не узнаете. А к сожалению, так. А вы же по ту сторону, где это? Я это так обозвал. Помощь науке. Лирикам от физиков. Знаете, что такое было понятие? В 70-е, 60-е годы... Это когда были популярны наука и жизнь, техника, молодежи, вот эти журналы популярнейшие были. Тогда нас разделили на лириках, поэты, писатели, те же ботаники, и физиков. Ну, физики, это понятно, это математики, физика, химия. Вот, нас разделили. Вот. И что получается? Навсегда или не навсегда? И каждый должен своим путем идти. И вот я металлург говорю, что есть коррозия металла. То есть, а также есть коррозия этих... Я уже доказывал, не повторять. Коррозия деревьев. И сухих, то есть, этих, которые плотники студера. Коррозия, да? Вот. И живых. А вы про это не знаете. Иначе мы вот этой дурью не малились, ваши эти... Кто вас научил этому? Только я сейчас не буду подробнее. Граница сред. Повышенное уничтожение материала. Антифриз. Учительница брала стакан. Насыпала щепотку соли. Говорила, теперь не заберзнет. И на мороз на окно выставляла. Вот он антифриз. Инфицирование. Вроде бы медицина, да? А гены-то переходят оттуда вот туда. А вот это я приду. Вот это вот. Ладно, не буду возвращаться. Только там написано крайне редко. А на самом деле сплошь и рядом. Вот. И так получается, что наука и когда-то вдруг однажды. Это было в 80-е годы. Уже телевидение вообще. И такие часто... Стало модно говорить про науку. И было сказано. Всё. Наука, каждая химия в одном случае дошла до предела, дальше развиваться не может. Физика развиваться не может. Биология дальше развиваться не может. Вот. Ничего не может. Так. Добавляю опять возбушевался. Чтобы было упасть. Ну ладно, потом. Вот. Странно только. Да. Так вот. Так вот. Теперь было объявлено всей стране. И приведу несколько примеров. Там есть теплофизики, есть физхимия. То есть сказали, всё, больше физики нет, химии нет. Ну вспоминайте старики. Они теперь физхимия. Вот тут мы натворим дело. И натворили. Понимаете? Помните, это же пластмасса и прочее. Было же такое. Так вот. Стык наук я вам предлагаю. Я как-то соберу несколько десятков таких случаев. У меня есть. У меня есть особая папка. Такая папка, которую вы ещё не заглядывали. Вот. Я ещё как бы сам до неё не доросил. И вот получается, что. Да-да. Ну догадались уже. Первое. Чисто практически каждый студент должен вырастить своими руками. А что касается вот этих всех данных. То, что мы 248 вебинаров. Теперь это никуда не идёт. Каждый студент должен дать. Иначе он не студент. Иначе он не этот. У него диплома можно потереться. Это я не шутя говорю. Вот. Вот вам яркий пример. Я потом опять вернусь к этой теме. К унистажению деревьев с секаторами и пилой. Вот. Это ваша подруга натворила дело. Ладно. Но это ещё раз. Почему? Потому что. Вместо того, чтобы сказать, извините. Я людям голову оборочил. Там уж как-то. Ну. Не то. Ну. Плохое настроение было. Он сказал, олежьте. Ну. Как-то это. Нет. Ведь стоит же номер. Что он стоит. Скажи ей, допустим. Вот плаха. Вот топор. Вот палач. Вот уже голова на палец. Скажите, что они правы. Нет. Скажет. Любите голову. Я не смогу петь. Я самолюбие не позволю. Я не смогу. Спасибо. Пока. Спасибо. Здесь у тебя.